Сегодня на библейском портале «Экзогет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня мы будем рассматривать текст, это послание к кремлинам, 1 глава, 22-23 стих. И зададимся следующим вопросом. Окончательно ли заблудились язычники? И в чем глубина их падения? И в чем их вина? Итак, прочитаем этот отрывок из послания к кремлинам, 1, 22-23. «Называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и присмыкающимся». Итак, апостол Павел называет их безответными, то есть неспособными возражать на очевидные вещи, что мир не возник сам по себе, что у него есть Творец и Хозяин. И 1, 20, послание к кремлинам, мы читали, что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, «Ибо невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Итак, язычники осуждаются не потому, что они ничего не знают, а потому, что, живя в этом прекрасном, чудесном мире, они восстают против создавшего этот мир, а ощущение Бога, как мы говорили в прошлый раз, оно буквально всеяно во всех людей. Во 2 главе, 12 стих этого же послания, апостол Павел писал, «Те, которые, не имея закона, согрешили вне закона и погибнут». Не имевшие закона, это язычники, они жили без закона. А те, которые под законом согрешили, это иудеи, которые имели закон, теперь мы, христиане, имеем закон, по закону осудятся. И, конечно же, возникает вопрос, а незнание закона разве не является извинением для нарушителей закона? На самом деле, иудеи будут судимы по тому закону, который они знали и принимали, а язычники будут судимы только потому, что им было открыто. И с них не спросят в день суда, почему вы не праздновали там Пасху христианскую, почему вы посты не соблюдали, почему вы в это не верили, в это не верили. Их спросят за то, что было им открыто. А нравственный закон, как мы знаем, открыт всем. Так апостол Павел пишет в послании к римлянам, 2 глава, 14-15 стих. «Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие, одна другую». Такой закон называется природный или естественный закон, который вложен во всех, потому что нету общества без каких-то табу или запретов, иначе бы оно не смогло бы существовать. Сейчас, кстати, мир снимает все табу и запреты, а значит приближается к своему окончанию. И так они будут судимы, потому что им было открыто. Далее. Библия учит, что все согрешили и лишены славы Божией. А это о чем? Знаешь ты закон или ты не знаешь закон, ты виновен перед Богом. Или в той части, которая тебе открыта, я имею в виду естественный закон, или евангельские заповеди, которые ты, будучи христианином, нарушаешь. Поэтому мы, христиане, не надеемся на какие-то свои заслуги, дела, мы надеемся на милость Божию, которая нам даруется в Иисусе Христе. А так как язычники не знают этот путь спасения, то само это незнание становится для них губительным. Далее. Если человек, который никогда не слышал Евангелие, но он стремится к добру, он старается, как только может, жить праведно, совершает дела благочестивые, ищет путь спасения, но тут проблема. Спасение дается по благодати. И в послании к Эфесянам 2.8 апостол пишет, «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». То есть это ни в какой мере не зависит от нас самих. Выше мы уже выяснили, что все под грехом, и язычники, и иудеи, и эллины, и христиане, и мусульмане, и атеисты, и коммунисты. Это реальность. В которой мы живем. Но в церкви есть необходимые средства для преодоления греха. А как людям, которые живут без таинств, без таинств, обрести путь спасения? Давайте согласимся с тем, что если мы, христиане, какое-то время не исповедуемся и не причащаемся, то мы начинаем чувствовать какую-то осатанелость. Иначе не скажешь. А что же происходит с людьми, которые даже не знают, что такое таинство? Вы представьте, в каком ужасном состоянии они находятся. Также в Священном Писании, это послание к евреям 11.6, говорится, «А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает». Это реальность, объективная реальность. Нам никогда не хватит собственных каких-то ресурсов, собственных средств, нравственных и моральных, чтобы обрести путь спасения. Но в вере мы спасены. Также можно посмотреть Деяние 10.35 «Но во всяком народе боящийся Его, то есть Бога, а мы выяснили, что вера в Бога, она всеяна во всех, и поступающий по правде приятен Ему, то есть Богу». А что это значит? Бог хочет протянуть этим людям руку помощи, тем, которые принадлежат другим нехристианским религиям, течениям, направлениям, или вообще живут в мире как язычники и безбожники. А у Господа много способов, как протянуть руку помощи. Он может это сделать через проповедников, послав их, как Он и сделал, на проповедь до пределов земли. С помощью Слова Своего смотрите Псалом 118, 130 стих. Господь может послать видение человеку, смотрите, пророка Даниила 2,7, или послать ангела, как вот в случае с Корнилием, сотником. Но тут проблема заключается еще и в том, что люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Это 3 Иоанна 19 стих. И возлюбив грех более чем путь истины, они продолжают упрямствовать в своем этом ложном выборе. Но пока человек жив, это значит, есть какое-то намерение Божие относительно этого человека. И Господь продолжает стучать в сердце каждого человека, поэтому падение язычников это реальность. Но реальность, которая преодолевается Богом с проповедью Евангелия, с распространением Благой Вести, самой книги Священного Писания, через видение ангелов, своих посланников и другими способами. Поэтому ни об одной группе людей, религиозных или безрелигиозных, нельзя сказать, что они брошены, что они оставлены, что Бог, сотворив мир, как бы устранился от управления этим миром. Это ложное представление о Боге, потому что Бог не хочет смерти грешника, но Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания веры. Подписывайтесь на библейский портал Экзекет, чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok